Доброе утро, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем говорить о политике и точки зрения Бога на политику. Сегодня я хотел бы поговорить о том, каким образом Господь относится к политическим системам современного мира. И начать мне хотелось бы с того, что, во-первых, как я уже говорил, Бог не отказывается от своих претензий на власть, а во-вторых, идеальная с точки зрения Христа политическая система – это абсолютная неоспоримая теократия. Он является владыкой всего сущего. Смотрите, что он говорит в Евангелии от Матфея, 28 глава, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, Иисус говорит, «Мне дана вся власть, как на небе, так и на земле». Это место Писания очень четко показывает нам, что Бог имеет претензии на власть на этой земле. И Он не намерен от них отказываться ни при каких обстоятельствах. Он хочет не просто участвовать в жизни каждого конкретного человека, но и Он желает, чтобы вся власть на земле осуществлялась непосредственно им. Он – владыка, Он – господин и Он – управитель. И на мой взгляд, все абсолютно духовные процессы, инициированные небесами, направлены на то, чтобы в конце, в итоге, мы с вами пришли к абсолютной теократической монархии, где царем будет царь царствующих, Господь господствующих. Когда Иисус восядет на троне, не просто как Бог, который искупил нас, не просто как Агнец, но как лев из колена Иудина, который будет править этой землей. И поэтому все процессы сегодня направлены на то, чтобы привести Иисуса Христа к абсолютной власти на планете.